Великой Отечественной войны В начале войны услышал по радио. Когда оказались в окружении, вспоминает... И война. А во время войны приезжали фашисты в деревню и полицей. И собирали молодежь в Германию. Как я боялся. Не хотел, чтобы забирали в Германию. Я целый день в лесу нахожусь. А к ночи иду домой. Но вскоре в лесополосу забросили отряд партизан. Владимир не растерялся. Хотя ему тогда было лишь 14 лет и попросился к ним. Потом вдруг начали приезжать партизаны к ночи. Я попросился, говорю, возьмите меня в партизаны. Не малолетний. А мне еще 14 лет было только. Малолетний. А у меня есть автомат. Удивились. Говорю, да, новенький. И что, наверное, не с черта смазка. А где? Говорю, спрятано в лесу. Посылают меня и давят партизана, чтобы принести. Принесли автомат ППД. И еще еще один патрон полностью. И что, взяли меня в партизаны. Это в начале 42-го года. Хорошо помнит Андреев, как взрывали вражеские эшелоны. Ходили пешком аж под крупки. На дороге Лепель-Березино не раз приходилось устанавливать и подрывать мины, чтобы враг не мог пройти. Поделился Владимир Григорьевич и тем, как 4 месяца служил в контрразведке. Отдел контрразведки. Значит, в Германии, по великому от Эльбы река, там был лагерь перестельной, Цейцхайн. И вот завезли туда, попал я. И начальник этого контрразведки поговорил со мной, то, другое. Вы знаете что? Идите ко мне работать. А что делать? А я расскажу вам, что делать. Да, это и что? И что война длилась еще немножко. Доброе. Мне отдельную комнату дали. Моя работа была. Приходит эшелон с репатриированием, которые забирали в Германию люди. Они уже едут домой. И надо каждого, значит, документы выписать. А что может выписать документ? Надо повеседливать. Где, откуда, когда взяты. И я распределяю всех, а потом по одному, значит, привожу к начальнику. Вот он делает опрос, а я записываю все. Пишу, значит, и фамилии, и имя, откуда забрали, когда забрали в Германию, где он служил, что делал. Мы собрали все и выписываем документ ему, что ждите, может, через день, через два придет машина и завезут вас на станцию, поедете домой. Однажды приезжает эшелон целый. Выгружаются, я распределяю по бараках, вот, под перечать человек. Сам же примерно назначаю, что старшего их, они распределяются с такой-то, с такой-то, в общежитии. Вот, и ждите, пока скажу, прийти на допрос. Потом одного вызвал, записываем, подозрение пало, что он не репатриированный, а почему возраст уже немного больший у него, чем молодой. Оказывается, полицай бывший. Вот тут его добро прошерстили и начали, он начал еще других вызывать. Сам, что ж не один же приехал. Так, с этого эшелона вывели 250 человек, полицаев, народной армии, народников, и там, и начальство еще, и большие полковники, подполковники. Ну, конечно, документы им какие выдали? Выдали прямо на Колобу. Это уже война кончилась. Вдруг выходит указ. Все, кто имеет хоть какое образование, демобилизовываются. Потому что открываются школы уже в Белоруссии, а учителей нет, некому работать. Да, а у меня же два курса без училища уже окончены. Я тогда, значит, задумал поехать домой. Потому что в партизанах был, не знаю, что там дома. После войны Владимир возвратился на родину. Тетя сообщила, что матери нет в живых. Ее, как и многих других, немцы расстреляли на станции в Кропках. В мирное время Владимир Григорьевич трудился на педагогическом поприще. С женой вырастили четверых детей. Сейчас богат на внуков и правнуков. Война – это жуткие годы, унесшие миллионы людских жизней. И очень хочется, чтобы наши потомки не познали страшное пекло войны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!